так так всех приветствую друзья мои рад всем приходящим тем сегодня это очень интересное прошу вас написать слышно видно насколько слышно тише громче что со звуком напишите чтобы я понимал те кто смотрит на ю тубе тоже напишите что со звуком слышно не слышно здравствуйте 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 всем здравствуйте слышно хорошо но отлично отлично я рад что хорошо слышно сегодня тема очень интересная как чистить себя как чистить помещение вообще как понять надо чистить не надо сейчас так много всего всех чистильщиков появилось разных и все предлагают почистить или свечами или отливками или еще чем-то вот об этом мы сегодня поговорим об этом расскажу что я понимаю что в моем понимании чистить и от чего чистить и надо ли чистить и когда чистить приветствую дмитрий добрый вечер слышно хорошо отлично я рад это мне пишут зрители подписчики те кто смотрит меня в ю тубе сейчас кому неудобно в тик токи переходите в youtube тик токи есть ссылка на youtube кому неудобно в общем кому где удобно там и ищите все везде есть все ссылки есть все есть абсолютно абсолютно все есть везде меня найдете рад что слышно рад что видно думаю что тем будет будет для вас интересно и мы сегодня как раз я начну с того что что такое чистить ну что именно чистят друзья мои вот сейчас я немножко прервусь появляются сразу желающие по со мной на совместный эфир вы мне не интересны ничего личного но не надо ломиться ко мне в эфир когда вы что-то там увидели меня и вам сразу загорелась где-то сидите спокойно если есть желание смотрите пишите нет желания проходите мимо если есть желание совместного эфира пишите мне в личку заранее но я вам задам там несколько вопросов и решил нужно мне это интересно мне это и не только мне но и моим подписчикам а тогда мы с вами по эфире я с удовольствием приму ваше предложение вот значит что в понимании чистить не чистить все зависит от того что с вами происходит ну что-то не так происходит что-то не так происходит какие-то нервные срывы что-то не очень хорошо ладится в семье не только в семье но и с друзьями и вообще тема очень большая и как определить есть или нет думаю что лучше все обратиться к специалисту я обычно даю на приеме какие-то базовые штуки которые просматриваем вместе и определяем есть что-то что чистить ну какая-то не знаю грязь на вас в виде негативной энергии или нет такой потому что если нет но и чистить собственно говоря нечего чтобы каких критерий есть но они не ко всем подходят здесь выходит так что это как ключи от квартир ключей не есть но не каждой квартире подходит поэтому мне нужно видеть человека со всеми вытекающим что я вижу там всякие вибрации прочные штуки для меня понятные вот тогда я ему дам ключи как раз от его квартиры нужно чистить или не нужно и и вообще как вы определяете вот многие пишут я была на чистке чистилась там чем-то во первых что было у вас что толкнуло вас на то чтобы пошли чиститься что не так расскажите какие у вас критерии вот что вас заставляет идти чистится что с вами происходит почему в чем причина поисков каких-то чистильщиков мастеров не знаю как правильно назвать не хочу никого обидеть ну то есть тех кто занимается чистка напишите мне какие у вас причины что именно вот у меня голова заболела не надо это чистится и или что нужно делать мне было бы интересно узнать от вас как какие причины вас двигают чтобы найти кого-то написать и почистите меня напишите мне будет очень интересно катерин благодарю за розочку благодарю за подарки друзья мои поставьте лайки чтобы я понимал что вы со мной и что вы меня слышите видите здравствуйте 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 значит о супер пошли сердечки отлично замечательно прекрасно я очень рад я вам написала в telegram здравствуйте отлично я почитаю после эфира дойдет до вас там очень много мне пишут и я прям вот так чтобы вот прям после эфира через пять минут все все по очереди благодарю за дарителей за за подарки благодарю катерина подарки благодарю вас отправила голосовое сообщение спасибо большое ну отлично я доберусь и все посмотрю благодарю за подарки за сердечки друзья мои кто смотрит ютубе пишите смотрите мне на вопрос и кто смотрит тик токи тоже ответьте мне на вопрос что вас толкает к чисткам понимаете что пора чистится но понятно когда пора мыться я там воняю в пора мыться а вы как чистится что происходит с вами что прям срочно надо чистится что это такое объясните мне потому что у всех разные объясните мне что для вас вот эта чистка как когда вы идете на нее здравствуйте из казахстана здравствуйте и вам из болгарии о еще здравствуйте из казахстана и вам здравствуйте из болгарии и вам здравствуйте для меня чистка это ледяной душ это хорошо Но что двигает вами, когда вы идёте под ледяной душ? Как вы понимаете, что пора идти чиститься? Что это такое? Что с вами происходит, когда вам пора идти чиститься? Благодарю за сердечки, друзья. Очень приятный этот ручеёк. Мне всегда очень нравится, когда этот ручеёк так ровненько идёт. Не останавливается. Жду, жду, напишите про ледяной душ. Понятно, а что произошло, чтобы вы пошли под этот ледяной душ? Благодарю, друзья, благодарю за лайки, за подарки, благо вам дарю. Ещё раз хочу сказать по поводу комментариев. Почему-то не все и не всегда проходят в ТикТоке комментарии, поэтому если я не читаю, не вижу... Если я не читаю, значит я их не вижу. То есть они не появляются. Продублируйте, и я почитаю ваши комментарии. Ага. Это профилактика. Не жду, пока накопится плохая энергия. Ну, тоже правильно. Согласен. А у кого-то какие-то другие есть ещё? Ага. Ещё пишут, сейчас почитаю. А когда плохо себя чувствую, на душе волнение, такое прям беспокойство наступает, ряд неудач. Согласен. Плохо чувствую, на душе волнение. Согласен. Согласен, согласен. Да, да, это дело нужно. Привет из Германии, Андрей, 48. Не знаю, что же там, 48, но Андрей. Привет, Андрей из Болгарии. У вас защита висит? Что за знаки? Мы сейчас не про это, пишите в личку, я вам отвечу. Сейчас мы о другом. Мы сейчас о вашем понимании, когда пора идти чиститься или заказывать чистку. Что с вами происходит? Вот это меня интересует больше всего. Тогда иду в церковь, молиться. И заказываюсь рукауст. За здоровье потом легче становится. Ну, так-так-так. Здравствуйте, у меня тоже душевная тревога. Хорошо, я вас понял. Ну, согласен, да, согласен. Согласен, что когда на душе неспокойно, то надо что-то предпринимать, чтобы спокойно жить дальше. Согласен, друзья мои. Что еще у кого? Расскажите. Вот тревога. Кто-то в церковь. Кто-то, кто-то как-то. Так, мы пришли у вас послушать про чистку. Если вы торопитесь, можете потом посмотреть в записи. Если вас что-то не устраивает, можете пройти, уйти, отключиться. И на этом мы закончим. Что вы там пришли? Я рад за вас, но если вы сильно торопитесь... Друзья мои, у меня все просто. Я душевно общаюсь с вами. Вы, как всегда, душевно общаетесь со мной. Если вы мне какие-то стоите условия, ну, мне ваши условия ни к чему. Пройдите мимо. Либо я вас забаню, и все будет замечательно. Вот так. А как вы делаете чистку? Ну, давайте разберемся, для чего и какая чистка. Если на душе нехорошо, то здесь, возможно, чистка и не нужна. Вот так скажем. Смотря с чем приходит человек. Я сейчас про вас. Я свою чистку провожу в ванной с содой. Не с солью, а с содой. Человек, приходящий на прием... Я веду прием по видеосвязи. Все приходят с разными проблемами. Я имею в виду, сейчас мы говорим о чистке. Поэтому чистка применима к каждому в отдельности. Вот если на душе неспокойно, это один вариант. Если же какие-то там чупакабры к нему приходят во сне, это другой. Если приходят чупакабры, уже даже не во сне, а слышатся в голове, как сегодня писали. Это уже третья чистка. Четвертая чистка. Да, в общем-то, их миллион. Здесь нужно понимать, с чем, что подцепил носитель. Потому что, так же как болезнь. Вы идете к врачу не с одной какой-то, вот мне плохо. Мне плохо. Ну что плохо? Нога болит, ухо, глаз, не знаю, живот. Здесь разные вещи, то есть разные хвори. И поэтому все очень индивидуально. Кстати, эти вещи индивидуальные я буду рассматривать на вебинаре. Скоро проведу безоплатный вебинар. И рассмотрю каждого, у кого какие... Ну, у кого какая нужда по чистке. И расскажу, вот разложу прям чистку каждого, каждого приходящего, пришедшего, у кого какие будут симптомы. Вот по душе это вот будет один вопрос. Я сказал, по сущностям другой. По хворям тоже, кстати, если хвори телесного характера, то, соответственно, мы сейчас не про душу, а про тело. То, соответственно, там чистки будут другие. Чистка мужчины и женщины отличается. Чистка, ну, так скажем, разновибрационных людей тоже отличается. Но невозможно какую-то дать одну, вот там, не знаю, съешь шишку и все у тебя пройдет. Или там, не знаю, окурись полынию, все будет хорошо. Нет, надо смотреть каждую. А часто вам приходится делать себе чистки, вы же с людьми работаете. Так же, как про душ написали, что не довожу до критического, принимаю душ холодный заранее. Я перед работой и после работы себя окуриваю. У меня есть трава, называется артыш, это специальная трава шаманская. Я окуриваю себя этой травой, у меня есть курильница и вот там это дым. Ну, есть специальное окуривание. Там умываешься дымом, там разные-разные манипуляции проводишь, провожу с травой, которой окуриваю себя и помещение. Следующий вариант, когда я работаю. Вот видите, там зеркало висит шаманское. Вот оно как раз отражает всякую нечисть. Оно тоже очень хорошо работает, чтобы не доводить до какого-то критического значения всяких негативных эмоций. Подобное зеркало висит на мне. Вот спрашивали, что это такое. Это подобие того же зеркала, только здесь с перуницей. То есть перун – это вот который молнии. Тот славянский некий бог. Так скажем, никакого там можно назвать. Коготь медведя – это у меня, он даёт мне силу. Я воспринимаю его как некого помощника. Ну и, соответственно, что я предпринимаю. У меня весит тут куча разных духов. И с этой стороны. И там вот висят всякие разные персонажи. Вот видите, вот эти вот дыхи мне помогают. Череп всякого буйвола, там всё остальное. То есть вот эти все штуки предотвращают, чтобы, так сказать, не доводить до чистки. Вот так скажем. Вот. И один раз в несколько дней я принимаю ванную соды. Беру обыкновенную соду, развожу и вот. И вот. И получаю огромное удовольствие и облегчение после того, как принимаю ванную соду. По чисткам. Кроме, вот, как сказали, душ показали. Я вот рассказал про окуривание. Кто ещё как чистится? Каким образом? Ну, то есть чистки бывают разные. По поводу чисток, про все чистки я буду рассказывать на вебинаре, наверное, под конец следующей недели. Кому актуально, ссылка там в шапке профиль, нажимайте, и я вас пропишу в закрытую группу. Я вам дам ссылку или добавлю вас в закрытую группу в Телеграме. И будем там с вами общаться. И туда же я сброшу ссылку на вебинар, который мы будем проводить. Проведём вместе, пообщаемся, вы расскажете. Я расскажу очень-очень много всякого полезного, применительно к тем, кто будет на вебинаре. Потому что, когда я вижу человека, я могу рассказать ему его способ чистки от всяких штук. Воском и свинцом некоторые чистятся. Ну, возможно, я думаю, что чистятся, если они сами это делают. То есть, вот, только каким образом они делают свинцом и воском? Как это происходит? Расскажите, как в вашем понимании чистится воском и свинцом? Ну, что это за метод? Вы встречались с таким, когда путешествовали. Не совсем понимаю, о чём вы. Напишите, поясните, пожалуйста. Да, я тут много путешествовал. Задайте вопрос, введите меня в тему. С каким я встречался? Возможно, встречался, и я вам отвечу. Как воском и свинцом? Как это делается? Расскажите мне, пожалуйста, как это всё происходит. Как воском, как вы? Ну, я знаю, там отливают, но вы сами это делаете? Как происходит очищение? Или надо на голову выливать? Не совсем понимаю, как это происходит. Поясните, как чистится воском и свинцом. Друзья мои, кто знает, напишите, как происходит очищение воском и свинцом. Ну, и допишите, пожалуйста, некий пользователь тень. Напишите, с чем вы спрашиваете, с чем я сталкивался в путешествии. Напишите, я с удовольствием вам отвечу. Так, что ещё по вопросам? Когда будет вебинар? В конце недели будет вебинар следующий. Ну, я думаю, к выходным, наверное, людям будет удобно всё-таки в выходные. Потому что, ну, кто-то, кто-то работает и приходит достаточно поздно. И уже, в общем, после работы не очень комфортно. Хочется отдохнуть. Так же и свинцом. Пользователь многоточий. Я даже не знаю, как вот это многоточек. Наверное, многоточие. Не пришло ваше сообщение. Вот воском и свинцом некоторые чистятся. Я попросил пояснения. И следующее от вас пришло так же, так и же со свинцом. Вот то, наверное, которое вы рассказывали про воск. Его, наверное, съел. Съел кто-то, наверное. Продублируйте, пожалуйста. Скопируйте, сбросьте мне. Потому что его нет. Ну, и жду вот про путешествие. С кем я встречался. Продублируйте. Почему-то тормозит. Ну, не только сегодня. Вообще тормозит по комментариям. Куда-то он их девает. Съедает, глотает. Не знаю. Благодарю вас за лайки, друзья мои. Благодарю. За подарки. Благо вам дарю. Как чистится свинцом и воском. Расскажите. Расскажите, напишите. Если не пришло, я в телеграм потом напишу. Ну, не вопрос. Хорошо. Но хотелось бы, чтобы вот... Вот. Вот. И другим тоже будет интересно ваш вопрос. И, наверное, будет интересен ответ. Либо еще раз повторите. Либо... Ну, нет, значит нет. Тогда так. Как чиститесь воском и свинцом? Ну, видимо, не доходит сегодня сообщение. Пишут воском. Воском отливают. Ну, как отливают? Что значит отливают воском? Я не понимаю. Наливают в воду. А что там можно почистить, когда наливают? Чуть поподробнее. Чистится воском. Как это? Надо себя обмазывать воском? Поясните. Да, наверное, сегодня с комментами тяжело. Я вот вижу, что пишу три раза, не приходит. Ну, я, например, не вижу. Я не вижу. И так будет достаточно сложно нам общаться. Про воск так и не доходит. Ни про воск, ни про свинец. Я ничего не получаю, друзья мои. Если... Если не получается, ну, тогда, наверное, сегодня не судьба. Ну, кстати, вообще, я еще раз повторюсь. Вы можете там все увидеть, посмотреть, задать вопросы. И я вам отвечу на все вопросы. Это как раз на вебинаре. Я вас буду видеть. И здесь я вас только читать могу. И то сегодня почему-то даже читать не могу. Ничего не приходит. Можете прийти на вебинар. Он безоплатный. Денег я за него не возьму. Но зато я вам дам много информации. Видя вас, именно вашу информацию. Давайте перейдем. Быстро я вот сейчас вам расскажу по... По жилищу. По жилищу там немного проще. Ну, больше таких каких-то стандартных вещей, которые нужно применять для очистки. Опять же, очистка от чего? Может быть, какие-то сглазы на помещение. Может быть, кто-то что-то принес, какой-то подклад. Если что-то там... Это тоже большая, обширная тема. Но основная очистка заключается в окуливании, в прохождении со свечой и с рамками. Вот у меня там все от рамки. Я обычно работаю с рамками в обязательном порядке. Биолокационные, которые вот так вот сходятся, если что-то там попадается. Вот с этими предметами я работаю. Значит, свеча, если трещит, показывает что-то тут не так. Но очень важно понимать, почему человек захотел чистить помещение. Что-то пропадает. Ссоры. Какие-то недруги. Там приходили в гости что-то, где-то вы нашли. Или, может быть, просто знакомые. Или знакомые с не очень знакомыми. И где-то вы нашли какие-нибудь там непонятные вещи, которые не ваши. Это точно. Обычно то за ковер какие-нибудь иглы пихают. То под коврик возле двери что-то такое, траву какую-то кладут. Но, в общем, затейников очень много. Но самый лучший вариант, самый стандартный вариант, это очищение. Вот берете свечу, только не церковную. Если нет других, под струю воды, и вот так вот три раза делаете, высохнет. И до свидания, вся церковь туда же уходит. Вот. Значит, рамки. Желательно, чтобы человек работал с биолокационными рамками. Свеча. И обязательно должно быть окуривание. Я окуриваю по линию. Идем против часовой стрелки и смотрим. Значит, смотрим за свечой, за реакцией свечи. Ну, все знают, будет коптить, потухнет, трещит и прочие разные противоестественные какие-то действия производит свеча, показывая нам, алло, ребята, здесь что-то не так. Вот. Но обязательно нужно знать, с чем пришел человек, и что нужно именно чистить. Что-то не доходит. СМС. Ну, то есть, комментарии. Да, я согласен, не доходят. Вот не вижу, все повисли где-то. Почему-то не приходит. А то, что сейчас пишу, приходит. Ну, не знаю, друзья мои, давайте, вот, тогда не будем мучиться, то есть, играть как-то в одну сторону. Вы мне пишите, я не вижу. Я спрашиваю, вот, вы не можете мне ответить. У кого-то какие-то, может быть, другие вопросы. Ну, как обычно, мы начинаем с одного, а переходим на какие-то другие темы, запросы, которые очень актуальны. Другие вопросы у других людей. Я, давайте, вот, тогда, сегодня не будем мучить себя этими, вот, непонятными вещами, которые происходят. Если актуальна вам эта тема, жду тогда, напишите мне по ссылке в шапке профиля, и я добавлю вас в группу. И в конце следующей недели, которая наступит завтра, проведу безоплатный вебинар, и там разберу каждого, каждый расскажет, что у него, как у него, что он хочет почистить, почему это происходит, я расскажу. И как нужно очистить, вот, именно, вот, вашу какую-то там, или на душе неспокойно, или какие-то голоса. Ну, вариантов очень много. По квартире, по жилищу меньше. По квартире, я имею ввиду, по дому чуть больше, но все равно все можно разобрать, мы это разберем, и я расскажу для каждого, потому что там все будет по видеосвязи. Расскажу каждому, что нужно сделать, подскажу, какими способами, все это бюджетно, никаких дорогих не надо, и заказывать там какие-то дорогие манипуляции, чистки каких-то магов и волшебников, неизвестно, что они там сделают, тоже абсолютно ни к чему. Ну, вы сами все пройдете, и сами все сделаете, так, как я вам посоветую, и, собственно, десятилетний опыт. Благодарю, друзья, за лайки, благодарю за подарки, вот, сердечки, все просто супер, благо вам дарю. В общем, я на связи, пишите по ссылке, скорее всего, пойдете в TikTok, ну, без разницы, где, везде найдете. Я вас добавлю в закрытую группу, ну, и спокойно пообщаюсь, потому что точно доходят сообщения, потому что мы будем по видеосвязи друг друга видеть и слышать. Все тогда, друзья мои, благо всем вам дарю, всегда очень приятно и очень душевно мы общаемся. Благо вам дарю.